Давайте тогда начинать. Меня зовут, как я уже говорил, Сулейманов Ринанд. Коротко обо мне. Я 6 лет работал не программистом, но это моя не главная заслуга. После того, как я 6 лет проработал в своей жизни, я понял, что пора становиться программистом. Окончил курсы Geekbrains, кстати, это было 2 года назад. И в течение года уже работаю в компании Сбербанк Технологии программистом, кайфую на своей работе, чего и вам, собственно, желаю. Не прекращаю обучение ни на секунду, потому что развиваться в нынешних реалиях программист должен, я считаю, каждую свободную минуту тратить на свое развитие. Ну, собственно, о чем мы сегодня будем говорить. Я хотел бы рассказать вам немного об алгоритмах, а именно об алгоритмах сортировки. Небольшая предыстория, почему я вообще решил поговорить именно об алгоритмах. Недавно мне на работе поставили задачу. Нужно было отсортировать счета клиента, но не просто отсортировать какой-то неподготовленный массив данных счетов, а отсортировать их с учетом уже предварительно отсортированного некими методами ранее. То есть мне нужно было составить оптимальный алгоритм, который занимает минимальное возможное время и при этом использует минимальное количество памяти. А так как мы пишем приложение для использования большим количеством людей, то есть приложение высоконагруженное, мы не можем тратить драгоценное время на выполнение операций. В связи с этим я понял, что алгоритмы это достаточно важная вещь и встретить их программист может в любом месте практически. Так вот, что же такое алгоритм? Если дать точное определение, алгоритм это точное, понятное предписание исполнителю совершить какую-то последовательность действий, направленных на решение какой-то конкретной задачи. Вообще само слово алгоритм происходит от имени математика Аль-Харизми, который сформулировал правила выполнения арифметических действий. Первоначально под понятием алгоритма понимали именно правила выполнения арифметических действий над числами сложения, вычитания, умножения и деления. В дальнейшем это понятие стали использовать для обозначения просто какой-либо последовательности действий, приводящих к решению любой поставленной задачи. Я сегодня хочу вам рассказать про несколько примитивных, ну не примитивных, простейших я бы сказал, алгоритмов сортировки. Вообще алгоритмов сортировки очень много. Это сортировка методом пузырька, выбором, вставками, слиянием, быстрая сортировка, пирамидальная, шейкерная, еще я знаю сортировка расческой, гноми сортировка, ну и множество других. Все их описать за один вебинар, я думаю, не получится, но рассмотрим самые важные, самые начальные из них. Вообще я считаю, что знание алгоритмов это основа основ, которые должен знать каждый уважающий себя программист. Вообще у алгоритмов есть такое понятие, как скорость алгоритма. Что же такое скорость? Если посмотреть википедию, там написано вот такой вот большой текст, который, если честно, при первом прочтении не подается никакому осознанию. У меня после первого прочтения было такое же лицо, как у этого молодого человека. Поэтому я даже не буду читать, я вам расскажу своими словами, что это такое. Асимптотическая скорость, или O большое, это показатель, который помогает нам понять, как сильно возрастает время выполнения алгоритма при увеличении входных данных. Скорость бывает O от N, O от какой-то константы, от единицы это записывается. Также бывает скорость O от N квадрат, O от логарифм N. Что имеется в виду под этим? Давайте на простом примере попробую объяснить вам. Смотрите, у нас есть задача. Нам необходимо почитать количество символов в строке. Мы можем выполнить это самым простым способом, перебрать все символы и посчитать их. Какое время мы на это тратим? То есть мы в любом случае должны пройти по каждому символу в строке. Таким образом, если у нас строка состоит из 10 символов, мы тратим определенное время. Если строка будет состоять из 20 символов, мы потратим ровно в 2 раза больше времени. То есть с увеличением данных входных у нас возрастает сложность алгоритма в 2 раза. То есть линейно. Это и имеется в виду под асимптотической скоростью O от N. Смотрите, а еще мы можем сделать так. Мы можем сохранить количество символов в строке в определенной переменной. То есть когда мы создаем строку, мы также создаем переменную, целочисленную, допустим, длина строки. И сразу записываем туда количество символов. Таким образом, при выполнении нашей задачи, почитать количество символов в строке, мы не будем обращаться к самой строке, мы не будем перебирать все символы. Мы просто посмотрим значение, которое лежит в переменной stringLength. То есть мы каждый раз будем тратить одно и то же время. Несмотря на то, что может быть у нас строка состоит из 100 символов, из 1000, из 10000. Всегда мы будем тратить одно и то же время для доступа к переменной stringLength. И вроде бы все хорошо, вроде бы Profit мы нашли самый хороший вариант. Но дело в том, что таким образом мы тратим больше памяти. Смотрите, в первом случае мы не тратили ячейку памяти для сохранения длины строки, а во втором случае тратим. Таким образом, за все нужно платить и необходимо при программировании выбирать наиболее оптимальное решение. Вот я постарался показать на графике зависимости сложности алгоритмов от входных данных. Таким образом, вы видите, на маленьком количестве входных данных сложности алгоритма, допустим, O от N квадрат, гораздо лучше скорость сложности O от N. Но при увеличении входных данных сложность возрастает гораздо выше, чем линейная. Ну, а теперь давайте к теме нашего сегодняшнего вебинара поговорим о сортировках. Хотел бы я начать с сортировки выбором. Основная идея сортировки выбором, ну или давайте остановимся, вы отпишите, есть ли какие-то вопросы. Поставьте плюсик, если все хорошо, я продолжу дальше. Ну, все, отлично. Тогда я продолжаю. Сортировка выбором. Основная идея сортировки выбором, это разбить входной массив данных на две части, отсортированную и не отсортированную. На каждом шаге алгоритма новое число из не отсортированной части будет помещаться в отсортированную. И так мы будем продолжать, пока все числа не окажутся в отсортированной части. Звучит, наверное, не совсем понятно, но давайте я покажу наглядно. У нас есть входной массив данных. Вот он. Попробуем его отсортировать. Что мы делаем? Мы находим минимальное не отсортированное значение. Так как мы люди, мы сразу видим, где находится минимальное не отсортированное значение. Вот она, единица. Но компьютер так не умеет. Компьютеру, чтобы понять, где находится минимальное значение, он должен пройти по всем значениям и сравнить их между собой. Таким образом, сортировать способом, сортировкой выбором компьютер будет таким образом. Он выберет элемент первый. Так как у нас первый проход цикла, мы выбираем первый элемент и начинаем его сравнивать с остальными элементами для того, чтобы найти минимальный. Вот как происходит поиск минимального элемента. Компьютер выбирает единицу и начинает ее сравнивать с остальными. В результате сравнения с каждым из элементов, оказывается, что единица действительно это минимальное значение. И единица перемещается в отсортированную часть массива. То есть меняется местами с нашей двойкой. Давайте я чуть-чуть отодвину. Все, это отсортированная часть. Теперь переходим ко второму циклу, ко второй итерации цикла. Компьютер снова выбирает элемент из не отсортированной части. Затем ищет минимальный. Идет проверка. 4 больше 8? Нет. Значит все остается на месте. 4 больше 7? Нет. 5, 6. И компьютер видит, что тройка меньше четверки на самом деле. Таким образом он говорит не 4 минимальных элементов, а 3. И меняет и сравнивает, прошу прощения, и сравнивает затем двойку, выбранный элемент для сортировки с тройкой. Так как у нас 2 меньше 3, она занимает свое место в отсортированной части массива. На следующей итерации происходит такая же проверка. Компьютер берет четверку и ищет, сравнивает с ней минимальные элементы. Мы проверяем и сравниваем каждое значение. Понимаем, что 4 больше 3 и меняем значение местами. Таким образом тройка переходит в отсортированную часть массива, а четверка остается на месте этого элемента. Я думаю, это понятно. Если это понятно, я хочу вам показать самое, наверное, интересное. Это реализация в коде. Как же мы будем это делать в коде? Я пользуюсь IntelliJID. Сейчас я сделаю... Ну, я создал простой проект. Создал класс main. И сейчас... Так, не становится 4 перед восьмеркой. Ну, похоже... Вы хотите сказать, что не меняется местами, да? Похоже, вы... Похоже, вы правы. Ну, на самом деле, может быть. Давайте сейчас я покажу в коде, как это все работает. И, может быть, мы вернемся. В коде, может быть, будет более понятно. И тогда вернемся и снова обсудим это. Так, скажите, пожалуйста, как со шрифтом? Все ли видно? Это IntelliJID. Я думаю, самая популярная IDE для джевистов. Мне она очень нравится. Итак, смотрите. Что я предлагаю вам написать? Буду писать в обычном процедурном стиле, только для того, чтобы показать именно сами алгоритмы. То есть, мы все методы напишем в классе main. Не обращайте на это внимания. Так, ну, для начала я создам массив. Несортированный. Ну, давайте выберем последовательность, там, любую. Так, и создадим метод. Ну, для начала нам нужно создать метод public static void main. Как вы знаете, это метод, в котором происходит выполнение всей программы на Java. Теперь давайте напишем метод, собственно, сортировки. выбором. Так. ChoiceSort. Этот метод будет принимать на вход массив. То есть, это будет называться array to sort. Обратите внимание, как я называю переменные. Я это делаю для того, чтобы было максимально понятно. То есть, они будут длинные, но зато понятно, для чего эти переменные нужны. Давайте вспомним, что вообще мы должны делать в этом алгоритме. Мы проходим по массиву. Ищем минимальный элемент. Затем меняем местами первый и минимальный элемент. Первый элемент имеется в виду в не отсортированной части массива. Тот массив, который мы уже отсортировали в правильном порядке. Ту часть массива. Мы ее не трогаем. И это действие мы повторяем, пока не пройдем по всему массиву. Так. Смотрите. Что значит повторяем, пока не пройдем по всему массиву? Это значит, мы перебираем все элементы массива в цикле. Опять называю переменной так, чтобы было понятно. Это будет индекс нашего массива. Идем мы до длины нашего массива. Обратите внимание, я написал array to sort length – 1. Почему минус 1? Потому что, когда у нас в массиве остается один единственный элемент, нам его не с чем сравнить. Значит, массив уже к этому времени отсортирован. То есть, нам нет необходимости делать еще одну итерацию. Теперь, смотрите, нам нужно сравнить элемент под array sort index, который находится в ячейке array sort index, с каждым из следующих элементов массива. Что мы для этого сделаем? Для этого нужно написать еще один внутренний цикл. Давайте я назову это index to scan. И начинать мы будем не с нуля, а с текущего индекса. Чтобы не проверять отсортированную часть массива. А идти мы будем до конца. Так, я немножко вылезаю за пределы. Вот так, чуть-чуть уменьшу шрифт. Теперь, смотрите, нам нужно найти индекс минимального элемента. Для этого я создам переменную, которая будет хранить индекс минимального элемента. Проинициализировать эту переменную, индекс минимального элемента, нам нужно в самом начале проверки нашего массива. Мы говорим, что этот индекс это тот же самый индекс, что и порядковый номер первого нашего элемента. Что мы делаем дальше? Дальше мы сравниваем значение элемента, который находится в позиции индекс минимум. И если он больше, чем элемент, который находится в позиции индекс to scan, то есть с которым мы сравниваем, мы говорим, что нет, на самом-то деле минимальный элемент это не вот этот вот элемент, индекс min, а минимальный элемент это тот, который мы сейчас сканируем, то есть индекс scan. Давайте так и запишем. Смотрите, что мы здесь сделали. Мы вот в этом цикле, цикле for внутреннем, мы нашли индекс минимального элемента. Вот он, index min. После того, как мы нашли индекс минимального элемента, что нам нужно сделать? После того, как находим минимальный элемент, мы меняем местами первый элемент, который находится в позиции индекс, с минимальным. Давайте поменяем. Воспользуемся временной переменной. Минимальный. И вместо минимального элемента у нас наше временное значение, которое хранилось в array to index. Так, смотрите, что мы сделали. Мы, в принципе, уже реализовали весь наш алгоритм. Я предлагаю его запустить. Чтобы мы хоть что-то увидели, давайте мы распечатаем этот массив, который мы получили в результате нашей сортировки. Знаете, как печатать массив? Есть несколько способов. Можно просто в цикле пробежаться по каждому из элементов массива и распечатать его. Но в Java есть служебный класс Arrays. И там есть метод ArraysToString. Он очень удобно подходит для того, чтобы печатать массивы. Давайте сделаем так. И вызовем наш метод. И чтобы было видно разницу, давайте распечатаем и несортированный массив тоже. Так, я запустил программу и мы видим, что наш массив теперь отсортированный. Вы пока придумывайте вопросы. А я немножко добавлю красоты в программу. И добавлю возможность посчитать время выполнения. Если вопросов нет, ставьте плюсики и мы продолжим дальше. Так. Хорошо. Давайте продолжим. Теперь я расскажу вам про более простой метод сортировки. Это сортировка пузырьком. Что из себя представляет пузырьковая сортировка? Пузырьковая сортировка это такой способ сортировки массива, в котором при проходе по массиву проверяются два соседних элемента. И если они находятся в неправильном порядке, мы их меняем местами. Вот собственно и все. И выполняется эта процедура до тех пор, пока мы не отсортируем весь массив, то есть не поменяем все элементы местами. Давайте я наглядно покажу, как это происходит. Мы запускаем наш алгоритм и пошел первый цикл выполнения этого алгоритма. Мы проверяем два соседних элемента. Смотрим, 2 и 1. Они в правильном порядке стоят? Ответ нет. Значит мы должны поменять их местами. Проверяем два следующих элемента. 2 и 4. В правильном порядке? В правильном. Ничего не делаем. Следующие два элемента. 4 и 8. В правильном порядке. Следующие элементы. 8 и 7. Нам нужно поменять их местами. То же самое происходит и дальше Видите, что происходит? Восьмерка, она как будто всплывает на свое место Поэтому такое название появилась сортировка пузырьком То есть самый большой элемент всплывает в конец А самый маленький элемент постепенно всплывает в начало Вот прошел первый цикл Дальше запускается все по новой Мы проверяем два соседних элемента В правильном идем дальше Проверяем правильно Проверяем правильно Проверяем два элемента Они находятся в неправильной последовательности Меняем И видите, семерка у нас в этот момент всплывает на свое место Да, я вижу тут ребята просите побольше времени на код смотреть Но вообще я код выложу на гитхабе Так что в принципе можете все посмотреть потом Попробовать все реализовать Но хорошо, побольше времени покажу И так далее То есть при каждой итерации мы проверяем два соседних элемента Вот смотрите, в следующий раз мы уже проверяем Доходим до 6,3 Меняем их местами В следующем цикле меняем 5,3 местами И в самом последнем цикле меняем 3,4 А когда компьютер понимает Когда же нам нужно остановиться То есть он же может проходить и искать Сравнивать два соседних элемента Очень долго, бесконечно Я бы сказал Но точкой остановки выполнения алгоритма Будет такой проход При котором не выполнилось ни одной перестановки Давайте покажу это в коде Так, я создам новый метод Bubble Sort Он будет также принимать на вход массив Давайте также запишем Что конкретно нам нужно сделать Я вообще рекомендую перед тем Как вы пишете любой метод Сначала распишите вот так Что должен сделать этот метод Чтобы вы точно с первого раза правильно все реализовали Нам нужно пройти по массиву Дальше Сравнить Два соседних элемента И повторить это действие Пока массив не будет ассортирован Как звучит просто так и реализуется достаточно просто Давайте реализуем Проход по массиву И сравнение двух соседних элементов Проход по массиву Это ничем не отличается от предыдущего алгоритма сортировки Таким же циклом Мы проходим по массиву И так же мы проходим не до конца массива До предпоследнего его элемента Потому что когда мы дойдем до последнего элемента Нам будет не с кем его сравнить У нас массив уже закончится Опять это будет ненужная итерация совершенно Ну и что мы здесь делаем Собственно сравнение Если Если значение Массива Если значение Которое находится В массиве Под индексом Индекс Больше Чем значение Которое находится Под индексом Индекс плюс один Мы их меняем местами Давайте я замену местами Если не против Скопирую из прошлого примера Выполняется все то же самое Только у нас будут Другие показатели индекса Плюс один И индекс плюс один Вот мы реализовали Первый Ну не первый А вообще в принципе Проход по массиву И сравнение Каждого из элементов Нам нужно реализовать Вот эту вот строчку Повторить пока мы не отсортируем Что значит повторить пока не отсортируем Значит мы должны При каждой Ну вообще нам нужна какая-то Нам нужна какая-то переменная Которая будет хранить В себе количество перестановок Давайте создадим переменную ChangeCounter будет Счетчик изменений И при каждом изменении Или при каждой перестановке Мы увеличиваем счетчик На единицу И выполнять нам это все нужно В цикле Цикл Дувайла Я думаю всем знаком То есть он гарантирует Выполнение первого нашего прохода Для того чтобы убедиться Что либо массив полностью отсортирован Либо запустить дальнейшие проходы И при первом проходе Естественно у нас Количество перестановок Будет равно нулю Продолжаем мы итерации Пока Вот это значение Больше нуля Ну что предлагаю В этом весь алгоритм Давайте мы его Также выведем массив Который мы отсортировали И посмотрим что получится Так давайте Закомментирую Вызов этого метода И вызов метод BubbleSort Вот смотрите что произошло У нас массив Также отсортировался Задавайте вопросы Даю немного времени Посмотреть на код И в это время Слушаю ваши вопросы Ну либо плюсики Если все понятно Ну вообще Можно сделать и булевым На самом-то деле Но я думаю Как-то это Неправильно Просто если сделать Значение ChangeCounter Булевым Нужно будет просто Написать Не ChangeCounter Плюс плюс А ChangeCounter Равно true Один плюсик Вижу Остальным непонятно Если непонятно Задавайте смело вопрос Буду отвечать Ну давайте Продолжать Давайте продолжим Следующий алгоритм Это сортировка Вставками Основная идея Этого алгоритма Сортировка Вставками Она так же Как и при сортировке Выбором Заключается в том Что массив Делится на Отсортированную И не отсортированную Часть На каждом Шаге алгоритма Мы берем Значение Из Не отсортированной Части И перекладываем Его На Его законное Место В отсортированной Части Смотрите Как это происходит При первом Проходе Мы выбираем Первый элемент И переводим Его в отсортированную Часть Ну все На самом деле Просто Двойка наша Осталась на Своем Месте Где она И находилась На втором Проходе Мы берем Первый элемент Из Не отсортированной Части И мы должны Положить его В То место В отсортированной Части Которое Он должен Занимать То есть Мы сравниваем Единицу С Значением Которое Уже Находится В отсортированной Части Массива Так как Единица Больше Двойки Они Меняются Местами И Единица Занимает Свою Правильное Место В отсортированной Части При следующем Проходе Мы берем Четверку Сравниваем Ее С элементами Которые уже Находятся В отсортированной Части И Кладем В то место Где Она должна Находиться То же Тоже самое С цифрой 8 При следующем Проходе Значение 7 Сравниваем С восьмеркой Говорим Что нет 7 Должен Находиться Между Между 4 Четырьмя И Восьмью При следующем Проходе Мы Выполняем Уже Больше Сравнений Мы Сравниваем 5 и 8 Говорим Что 5 Должно Находиться Раньше Сравниваем Пятерку Со следующим Элементом И Когда Находим Место Для Элемента Со Значением 5 Мы Устанавливаем Вывод Значение То же Самое Происходит Со Следующими Элементами Берем Значение 6 Находим Его Место Для Этого Сравниваем С первым Элементом Сравниваем Со вторым Элементом Сравниваем С третьим Понимаем Что Шестерка Должна Находиться Здесь И так Продолжается До тех Пор Пока Мы Не Пройдем Весь Массив То есть Здесь В этом Алгоритме Сортировки У нас Проход По массиву Осуществляется Только Один Раз Дальше Мы Сравниваем Тройку 8 Находим Место Для Значения 3 И Переставляем Туда Где Она Должна Находиться Но На самом Деле В Компьютере Когда Мы Сравниваем Каждый Из Значений Вот Мы Сравнили 3 И 8 Понимаем Что 3 Меньше Восьмерки Они Меняются Местами В массиве То есть Вот Эта Замена Она Происходит Каждый Раз Пока Тройка Не Займет Своё Место В Отсортированной Части Массива Давайте Реализуем И Этот Метод Тоже Паблик Статик Войд Так Это У нас Сортировка Вставками Давайте Назовем Insert Sort На вход Все Тот же Массив И Записываем Что Должен Выполнять Наш Алгоритм Мы Должны Пройти По Массиву Выбираем Последовательно Каждый Из Элементов Которые Находятся В этом Массиве И Устанавливаем Элемент На его Позицию Высортированной Части Массива Законное Место Напишу Как всегда Проход По Массиву Это Просто Цикл С Перебором Всех Элементов Массива В данном Случае Мы Проходим Именно По Всем Элементам Массива То есть Даже Когда Мы Выбираем Последний Элемент Нам Нужно Все Равно Поставить Его На Его Законное Место Давайте Я заведу Локальные Переменные Для Удобства Элемент Это Тот Самый Элемент Который Мы Выбираем Для Того Чтобы Проверить Где Он Должен Находиться И Установить И Переменную Index To Insert Эта Переменная Обозначает Индекс В Отсортированном Массиве В Отсортированной Части Массива Куда Мы Установим Элемент Выбранный Элемент Как я уже Говорил Который Мы Выбираем При Каждой Итерации Цикла Это Элемент В нашем Массиве Самый Ближайший Первая Итерация Это Первый Элемент Во Второй Итерации Второй Элемент Ну И так Далее Дальше Мы Указываем Индекс Для Вставки Сначала Это Будет Тот Же Самый Индекс Который Есть У Этого Элемента Так Как При Первой Итерации Мы Никуда Ничего Не Перемещаем У нас Индекс Будет Равен Индекс Этого же Элемента И Дальше Я Реализую Цикл Давайте Я Напишу Его А Потом Объясню Что Здесь Происходит Смотрите Какое Условие Я Написал В цикле Пока Индекс Для Ставки Больше Нуля То есть Смотрите При первой Итерации Индекс Для Вставки У нас Будет Всегда 0 Мы Оставляем Элемент На Том Же Самом Месте Вот Это Условие Пока Индекс Для Вставки Больше Нуля Означает Что Пока Мы Не Просмотрели Все Элементы От Сортированного Массива Мы Продолжаем Этот Цикл И Второе Условие Пока Индекс Для Вставки И Число Которое Находится В Отсортированной Части Массива Больше Элемента Которые Мы Должны Вставить Мы Должны Поменять Их Местами Может Может Быть Немножко Сумбурно Давайте Покажу Еще Раз На Не Отсортированной Части Смотрите У нас Отсортированная Часть Массива Ну Давайте Вот При Вот При Такой Ситуации Смотрите Мы Выбираем Наш Элемент 3 Мы Выбрали И Дальше Мы В Цикле Проверяем Пока Индекс Этого Элемента Больше Нуля И Значение Которое Находится В точке Индекс Этого Элемента Минус Один То есть Предыдущее Значение Больше Вот Этого Значения Мы Выполняем Перестановку Надеюсь Понятно Ну И Собственно Нам Нужно Здесь Выполнить Нашу Перестановку Так Мы Индекс Для вставки Уменьшаем На единицу Так Как Мы Переставили Число И дальше В следующий раз Мы проверяем Вот этот элемент Индекс У него Будет Естественно Меньше На 1 Уже Проверяем С элементом Который Находится Еще Раньше Вот Весь Алгоритм Ну Как по мне Для понимания Что написано В коде Этот алгоритм Самый сложный Ну Надеюсь Я Достаточно Понятно Его Объяснил Вы готовьте Вопросы Я сейчас Буду Запускать Программу Так Я запустил Программу И мы видим У нас Все Значения Отсортированы Я слышу Ваши Вопросы Либо Плюсики Если Все Понятно По поводу Какой Случай И когда Лучше Использовать Ну Смотрите У нас Сортировка Пузырьком И сортировка Вставками Очень Хорошо Будет Работать В случае Если Массив Уже Частично Отсортирован Допустим Когда Когда у нас Вообще Идеально Отсортированный Массив И мы Пытаемся Его Отсортировать С помощью Сортировки Пузырька Мы Всего Лишь Один раз Проходим По массиву Понимаем Что у нас Нет никаких Перестановок И все То есть Тут Время Выполнения Этого Алгоритма Будет О О От Н А в случае Сортировки Вставками Такая же Ситуация Мы Просто Переместим Идеально Отсортированный Массив Из Не Отсортированной Части В Отсортированную Без Всяких Перестановок В случае Сортировки Выборками Даже Если Массив Отсортирован Нам Все равно Нужно Выполнять Проверку То есть Не важно Отсортированный Массив Или Не Отсортированный Ожидаемое Время Выполнения Алгоритма Алгоритмы сортировки выборками Будет примерно одинаково И будет равно О большое от N квадрат Вообще у всех этих сортировок Среднее время О большое от N квадрат Слушаю ваши вопросы Если нет, давайте На самом деле это все алгоритмы О которых я хотел поговорить сегодня Потому что тема такая Не самая простая И если вам понравится Конечно отписывайтесь в комментарии Если вам все понравится Я проведу еще несколько вебинаров Где расскажу о других методах Сортировки уже более сложных Таких как сортировка слиянием Или квиксорт Квиксорт вообще считается Самым лучшим алгоритмом сортировки Попробуем разобраться с ними И посмотреть как они работают А сейчас давайте Попробуем Давайте попробуем Замерить время выполнения Каждого из этих алгоритмов Давайте Знаете как замерить время? На самом деле Все очень просто В классе систем Стандартный джавовский класс В классе систем есть Статический метод NanoTime Давайте назовем его Сергей да в массиве Берется за основу первый элемент Ну да, потому что А как еще определить Минимальный элемент Или не минимальный Нам нужно С точки зрения компьютера Нам нужно пройти По всем элементам Ну да, да Нулевой конечно Самый первый элемент в массиве А нумерация элементов в массиве Начинается именно с нуля Так, сохранили И давайте Выведем здесь разницу Так сделаем Для каждого алгоритма Давайте Скопируем Так 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 я добавил замер времени давайте сейчас запустим все наши методы и посмотрим какое время они отрабатывают ну давайте еще напишем что действительно выполняется так сортировка выбором есть сортировка пузырьком и сортировка вставками запускаем программу смотрим что у нас получилось так но вообще у нас результат должны были быть примерно одинаковые получилось что сортировка выбором работала гораздо дольше давайте пробую еще раз запустить может это так смотрите кто сможет ответить почему так происходит почему сортировка выбором работает гораздо быстрее чем сортировка пузырьком и сортировка вставками давайте еще раз посмотрим на код что здесь происходит и на код что происходит внутри каждого из методов сортировки давайте отдаем даю вам пару минут найти мою ошибку на самом деле на самом деле дело вот чем когда мы выполняем метод чай сорт и кладем туда массив от сорта таре у нас передается в метод ссылка на этот массив то есть как вообще в джаве периспел происходит передача значений то есть передача в метод идет по ссылке передаются объекты по ссылке а примитивные типы по их значению то есть когда мы в наш в любой метод передаем примитивные типы там int double long все что выполняется внутри метода с этими значениями никакое влияние на внешнюю программу не оказывают а когда мы передаем в метод объекты а массивы в джаве это тоже объекты мы передаем ссылку на этот массив то есть когда мы передали массив в метод чай сорт и и провелись над ним какие-то действия мы на самом деле поменяли наш исходный массив сорта таре и когда мы передаем в бабл сорт и insert сорта таре мы на самом деле передаем уже отсортированный массив поэтому они отрабатывать гораздо быстрее чтобы этого не было давайте я сейчас покажу как это можно сделать попроще давайте от рефактора здесь будет просто рей а внутри метода я скопирую массив давайте вот так сделаю в классе и рейс есть метод копе of который копирует исходный массив и принимает он на вход видите оригинальный массив и новую длину ну длина у нас должна остаться той же самой поэтому запишем вот так и здесь методе пишем рейс ту сорт вернем на место вот видите что я сделал я теперь выполняю все действия над внутренним нашим массивом над новым созданным массивом и получается никакие изменения не будут затрагивать тот массив который мы создали в самом начале этот сорта таре сейчас две секунды я выполню то же самое во всех методах вы пока можете задать вопросы если что-то непонятно если все понятно поставьте плюсики да и да и да и да и так вроде я все поменял а теперь должно работать правильно давайте запустим посмотрим так сейчас еще раз проверю на всякий случай сортировку вставками ну как видите сортировка выбором и сортировка пузырьком заняли примерно одно и то же время но вот смотрите видите в зависимости от состояния теку от текущего состояния машины от процессора текущего состояния gvm значения будут отличаться но как видите сортировка пузырьком работает чуть дольше на нашем массиве именно вот на таком массиве давайте попробую подтвердить свои слова которые я говорил что если массив частично отсортирован то сортировка пузырьком и сортировка вставками будет работать лучше давайте попробуем поменять немножко исходные данные так у нас будет половина массива сортирована вот и посмотрим какой метод будет работать лучше вот видите сортировка вставками и сортировка пузырьком уменьшили время выполнения сортировка выбором осталось примерно на той же самой позиции смотрите видно да вот ну на самом деле это все что я хотел вам рассказать показать сегодня я жду от вас критики конструктивной возможно напишите чтобы вы еще хотели узнать я с удовольствием следующему вебинару учту все пожелания и составлю его может быть лучше может быть больше внимание уделю именно написанию программ они не показу слайдов вот если все всем понравилось ставьте плюсики и тогда будем прощаться до сергей я обязательно покажу другие алгоритмы следующий раз на самом деле другие алгоритмы они гораздо интереснее их можно реализовывать и с помощью рекурсивных каких-то методов ну ребят всем спасибо мне было очень приятно проводить этот вебинар надеюсь до новых встреч